МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельское областное объединение профсоюзов наведало Брагинский район. Ей является одним из самых потерпелых у вынику аварий на ЧАЭС. Профсоюзные работники провели тут, что готовую доброчинную акцию с уручением подарунка у 30-ти тром предприемствам, организациям и установам района. Вероника Ворошилина, Володая подрабязностями. На гостиной Брагинской земли представников Гомельского областного объединения профсоюзов по доброй традиции сустракают хлебом солью. После непротяглой душевной гуторки гости отправляются у районный выканавчий комитет. Тут их уже сустракают запрошенные коллективы разных предприемств, организаций и установ района. Успительно узнагороджение их больше, как 30. В большинстве своей это люди, которые все свое житие прожили на Брагинщине и не по чутках ведают об Чарнобыльской трагедии. Было страшно, мы сразу ничего не знали. Наши дети были зорниться в школе, у меня сын был в школе учился. Ну а потом начали нас вывозить, я здесь осталась с мужем. Мы эвакуировали из Кот, мы опахивали, чтобы пожар туда не шел на наш комарин. Проведение доброчинных акций с вручением подарунков, предприемствам, организациям и установам районов, которые наибольшь потерпели у вынику аварии на Чарнобыльской АЭС, Гомельским областным объединением профсоюзов в нашем районе ладится что год. На Брагинщине делегацию уже у третий раз. С добрыми пожаданиями и подарунками профсоюзные работники наведали широк социальных установ. В Брагинской центральной районной больнице, например, были урушены комплекты биолизны на сумму у 20 миллионов рублей. С 2006 года Гомельское областное объединение профсоюзов совместно с областными отраслевыми организациями профсоюзов ежегодно проводят благотворительную акцию, посещая регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день мы хотели отдать дань уважения, благодарности, признательности людям за их каждодневный труд на благо района. Хочу отметить, что областное объединение профсоюзов – это единственное объединение профсоюзов в республике, которое организовывает и поддерживает эту акцию. Не обминули уваги представники Гомельского областного объединения профсоюзов и установы адукации. Сюды они завитали солодкими подарунками, а так само сучасным техничным обсталяванием. В Брагинской средней школе гостей сустрели яркой музычной программой. Со сцены гучали проникненные песни и верши. Отзначили приемными подарунками представники профсоюзной делегации, так само и дорослых талентов. У их лику Центр культуры и вольного часу, у агрогородку Бурки Брагинского района, а так само переможцы и удельники республиканского профсоюзного конкурса «Новые имены Беларуси». Дареча отдать данину поваги людям, які имужно змагались с наступствами Чарнобыльской катастрофы, пачас доброчинной акции представники Гомельского областного объединения профсоюзов змагли и на урочистом митингу. Ён отбылся ле меморияла отселеным вёском и памятника Василю Игнаценку, який одним из перших вступил у Чарнобыльское пекло, принявши на себе огонь палаючего реактора. У целом, пасля катастрофы на Чарнобыльской АЭС, у вынеку за обручжване радионуклидами, больше як 50 вёсок Брахинского района были отселены, а 8 – пахаванные. Про 30 годов люди не забыли минулое, але зупыненностью глядзять у будушыню. И дягують усім, хто на протягу гэтых годов допомагаў змагацца с бядой и протягывая оказывать Брахиншыне свою патрымку. Нас не оставили в беде. С нами многие организации, общественные, государственные организации. И та помощь, которая была оказана и государственными, и общественными организациями, и зарубежными организациями, конечно, она сегодня чувствуется. Потому что вы сами видите, как преобразился наш район. Сколько вложено труда, материальных стрель, для того, чтобы люди здесь жили нормально, как живут все остальные регионы. Вероника Ворошильна, Валерия Гопанько, телерадоя компания «Гомель», Брахинский район. Створаны для лечения потерпелого насельництва Беларуси, Расии, Украины, Республиканский навуково-практичный центр радиоацийной медицины и экологии человека сегодня з'являются одной из самых буйных установ гэтага профилю на территории СНД. Тут, оказывается, не только увесь цикл необходной допомоги, от консультации до операцийного вмешаніства, але и проводятся навуковые доследования. Наши корреспонденты ознайомилися з махчымастями РНПЦ. 137 тысяч переселенцев и 56 тысяч ликвидаторов, плюс проживающие у зоні з узровням забруджування свыше 5 кюры и 10 ликвидаторов. Это так званая группа першаснага улику, якая находится на постоянном контроле у Республиканским навуково-практичным центры радиоацийной медицины и экологии человека. Причим, обращая мониторингу стану здоровья у «Гомелі», бригады медиков постоянно выезжают непосредственно у регионы. Повышена увага до кожного выпадку захворвання і неспыняємий аналіз ситуації. Спустя уже 5 лет після катастрофы на Чемнобильской атомной станції начался рост рака щитовидной железы у дітей. Чуть позже це заболівання стало расти і у взрослых. Но треба помнить одну вещь. Период полураспада радиоактивного йода – 8,5 суток. Те діти, які родились после 1986 года, їх заболіваємость, прежде всего, раком щитовидной железы, она равняється заболіваємісті непострадавшого населення. Поэтому говорить о том, що це какое-то следствие – этого нет. Радиоактивный йод распался. Апсталявання, яке установлено у центри, со старелым ніколі не було. Але за пошній час установу дооснастіли самай сучасной медтехнікой. З минулого годы, наприклад, на праєктную магутність вивідзі на апсталявання для проведення біо- і імунохімічних дослідваннях. Одна тысіша теста ў кожну гадзіну, со стопрацентной гаранты. Нічого аналогічного на гомельшині нема. Яшы одна новинка – магнітно-резонансный томограф самого опошняга пакаління. Установленные на ім программы дозволюють настільки контролявать ситуацію, що робіць томограму можна навод новонароджаным. Запотрабованаць гадага апсталявання вельмі значна. Усі увізі з шим, робота організована на протягу круглых суток. Принцип роботы тот же самый. Но спектр обслідований, конечно, у нас расширился. Мы тепер можем делать, скажем так, і брюшную полость за брюшным пространством обслідовувати. Мы більш детально можем обслідовувати суставы, головной мозг. То есть этот аппарат раскрыває нам новые дополнительные возможности для обслідовання самой различной патології человека. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макейнка, телерадиокампанія «Гумель». Даречі, размова про деяність Республіканського навыково-практичного центра радиоційной медицины і екології человека подзе сьогодні у программе «Діялог». Гостім студии стане намеснік директора центра Эльдар Аркадзівич Надыров. Программа выйдя у ефіру 18 годин 50 хвілін, одночасова на телеканалах «Беларусь-3» і «Беларусь-4». Почас ефіру буде працаваць телефон про мої лінії. Задаць своє пытаўні можна па нумары 77 68 45. Чарговый выпуск программы «Надзвычайная сітуація» сёння за крайне тэму бракан'єрства. Найбольшу актуальнаць гэтая праблема набывая зараз падчас нерасту рыбы. Пададзіных Гомельськай обласной інспекція аховы жывёльнага і рослиннага свету толькі за три перші месяцы года ў правоаховныя органі накіровано 20 матеріялів для узбудження крамінальних спраў. У парушаніка ў природоаховного законодавства конфіскавано звыж 9 кілометраў сеток. Нанесінае природзі Шкода оценіна ўбольш як мільярд 150 мільйонав рублёв. Где-то 20% от общих нарушителі выявління фактів паўторності. Што па рыбаловству, што па охоті. Ну па охоті німножка менші, процентов 10. Глядзіце праграму надзвычайнае сітуація сёння ў 19 гадзін 30 хвілін на талі каналі Беларусь 4. У Гомельськім палацавапаркавым ансамблі працтавілі 200 експанатов, які дазваляюць ўбачыць, як мянялася наша краіна з момонту самай буйной техногенной катастрофы. Беларусь 30 гадоў пасля Чарнобыля. Гэтая назва аб'яднала матеріал із некалькіх архівных фондаў. Экспанаты, які належать Гомельськіму палацавапаркавам ансамблю, дапоўнілі фотографі, прадметы і документы з Национального гістарычнага музея і Национального архіва Беларусі. А крамя таго, першыню апублікованныя работы фото-мастака і фото-журналиста беларускага таліграфнага агенства Сяргія Халадзіліна, які на працягу 30 гадоў ствараў своя саблівы лето піспадзей. Дзякуўчы да помозі і патрымцы управлення па проблемах ліквідацій наступстваў катастрофы на ЧАЭС Гомельськага аблывыконкама, таксама прадставлена дзейнаць прадпраемстваў і навукова дослідчых ўстану рэгіона. Тут назапашыны вялікі вопыт па перадоліні наступстваў авары, так необходны зараз не тільки нашій країні, але й усеўсусветной супольности. Такой полноценной выставки в выставочных залах нашего дворца не було уже давно. На протяжении 20 лет это все отмечалось выставками определенного рода. Но с привлечением экспонатов, такого количества экспонатов, и с привлечением других організацій, такого рода праект у нас в дворце впервые. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага и до новых сустречу эфіры.